Итак, всем привет, с вами Добгай. Если вы тут впервые обязательно подписывайтесь, мы же начинаем играть в Дербрудер Кринж за Россию. И пойдем мы, как вы уже можете знать из названия, в левых, в Ленина. Тут у нас фокуса пока что не показываются, но в будущем они будут обновляться и добавляться. Нам же надо будет убедиться, что Ленин победит в выборах, ну и в целом подстроиться. Я подумал, что наверное это будет та самая игра, где я буду делать тяжелые танки и средние самолеты, потому что если не здесь в этом моде, то за кого? Хочу все-таки попробовать, как это будет здесь ощущаться. Все-таки неэффективно это и скорее всего будет ощущаться неприятно, но мы попробуем. Что ж, поехали. Итак, вот она, хаотичная республика. У нас в России тут уже не монархия, а республика. Здесь у нас демократические левые, есть именно левые, есть какие-то правые ребята. В общем, это выборы решат судьбу России. Внезапно. И мы, конечно же, идем на сторону Ленина. Поехали. Это разблокирует нам фокусы Ленина. Путь Ленина к победе. Сразу начинаем. И как я понимаю, нам нужно будет делать какие-то предвыборные кампании вот здесь вот. Что, смотрите, еще забавно, есть какие-то политики партии. Это видимо какая-то предвыборная кампания у них, что они обещают. Наверное, я. Причем вот эти ребята обещают дестабилизацию. Ну, забавно. У нас тут беспорядки в московских парах. Ничего себе. Ну, передвыборами, наверное, да. Это готово теперь? Давайте-ка, другой кандидат. Это кто такое? Борее умеренный блок. Я думаю, мы не будем умеренно мириться с чем-то. Мы, нашли один, будет делать мировую революцию. И вот оно. Он отбирает ключевую поддержку. Мы должны от него избавиться. Можно учить с ним миру. Либо уйти с помощью клеветы. Ну, звучит опасно, но я думаю, стоит избавляться от своих соперников точно и наверняка. Так, взрыв на Киевском вокзале. Разошел взрыв. Пострадали несколько человек. Я думал, это что-то с этим ребятам мы делаем, но нет. Вот это сейчас нам даст... Подождите. Учу клеветы, но я не вижу никаких ивентов, никаких решений. Правда, ладно. Можем мы теперь избирать или бустить. Наверное, это нам и стоит. Можем Керенского, либо Павла оклеветать. И самое популярное здесь Керенский. Давайте займемся именно им. И у нас здесь используются Радикалы. И есть поиск Ленина по России. Давайте начнем поездку, чтобы начать агитировать в нужную партию, так сказать. И сделаем скидочку, наверное. Только я не уверен... Партия оружия управляет, но звучит страшно. Не уверен, что нам лучше. Городские районы, либо сельская местность. Потому что если вы открываете как раз таки вот этот интерфейс, здесь не написано, какой это район. Столько можно стартнуть его, либо не стартовать. Наверное, наверное, городские. Потому что по ощущению... Ну, Москва, наверное, точно городской. И она стоит дороже. Но намного больше поддержки дает и убирает вражескую поддержку. Так что давайте все-таки городские, наверное. Но вообще непонятно, что куда влияет. Это есть. Давайте сюда дойдем. До радикалов. И попробуем начать уже влиять. Да, слушайте, ну там не на 2, а тут, смотрите, стоило 40, стало 20. Надо так чуть-чуть подгустить казуальненько. И у нас там должны были быть решения с Керенским разобраться. Решений не будет, увы. Вот еще тут какие-то есть регионы, где побольше. Вот их надо, наверное, и понажимать. И Польша, Южные области. Вот это вот нам нужно. У нас есть шпион. И есть такой нюанс, что в этом моде шпионку прокачивать нельзя. Так что у нас будет только один шпион всю игру. Как говорится, максимум может 2 где-то, если еще откуда-то. Но в целом, наверное, только один. Надо выбирать аккуратно. У нас есть германский. И, наверное, это нам и нужно. Потому что война у нас будет с Австрией, а потом с Германией. В Британии у нас вряд ли будет войны. Наверное. Так, антиволитейские протесты представят в беспорядке. Ага, уменьшую поддержку и кого-то может поддержать. Допустим. Вопрос о противных радикалах. У нас есть они? Они могут быть полезны. Наверное. Еще в Киеве вторая битва. Видимо, мы в Киеве что-то будем тоже делать. Ну и, слушайте, мы уже почти получили большую часть. Надо чуть-чуть еще подпуститься. О, это нехорошо для Керенского. Отлично. То, что нехорошо для Керенского, для нас хорошо. Фоксов у нас больше не остается. Так что мы как раз всю эту палитку можем тратить. Бритские поля горят. Очень страшно. Всю палитку мы тратим на выборы, я думаю. Хотелось бы, может, еще каких-то советников себе поставить. Но, по факту, прямо сейчас полезных-то и нету. Так что давайте Польша, потом Южная область и там посмотрим. А еще мы, конечно же, по классике начинаем строить флот. А именно линейные крейсеры делаем. Вот такие вот. С большой легкой атакой, с немаленькой, тяжелой атакой. И фокусируемся, в основном, на скорость. Броня у нас страдает, но для нас это нормально, я думаю. Потому что броня тоже, точнее, скорость тоже, как бы, вторая броня корабля. Ну и в результате некоторых махинаций с выборами, скажем так. Конечно же, чисто законных махинаций. У нас уже есть большинство. И, наверное, этого должно хватать. Наверное, кто знает. Через 67 закончатся выборы дней. Я думаю, в следующую политику мы потратим все-таки на мобилизацию экономики. Кружеская резня, протесты в богеме. Какой ужас, у нас такого точно не будет. И в Венгрии являет войну Австро-Венгрии. О, ну, Австрия, в принципе. Какая-то меня Австро-Венгрия. Можно туда отправить добровольцев. И знаете что? Да, наверное, я туда отправлю добровольцев. У нас есть два танка. Таких, ну, солидных. И к ним бы я, наверное, добавил бы парочку пехотных дивизий, которые такие поувереннее в себе. Ну, давайте вот каких-то вот эти две, наверное. Получим опыт, почему бы и нет. И немножко напортачим в Австрии. Потому что Австрия — это наш будущий, конечно же, противник. Только с нюансом они отказались от наших добровольцев. Попробуем. Вот они нам теперь пишут. А, есть причина отказаться. Окей, все, они не паримут на нас в любом случае, даже если улучшать отношения. Окей. У нас также появились новые тяжелые танки. И я бы их модифицировал. Единственное, я... Да, опыта не хватает. Надо где-то, наверное... Ну, ладно. Тяжелым танком, наверное, можно не 8. Хотя бы, наверное, 7. Хотя бы, в идеале, наверное, 8 поддерживать. Но, в любом случае, мы просто переделываем и создаем новые. Только давайте с иконкой чуть поувереннее. Это все еще обычные наши тяжелые танки. Иконка была бы дана очень странная. И вот оно. Выборы начались. Кто победит? И невероятно, ребята, победили меньшевики и Ленин. Невероятно. Как же так могло получиться? И у нас разблокируются новые фокусы. Объединение партии РСДРП. РСДРП. Что ж. У нас тут есть переговорчик либо Железное Сердце. Как будто Железное Сердце это наш выбор. Здесь пока что мы ничего не будем брать. Так что давайте политику. Смотрите, забавный факт. Если сделать экономическую политику до завершения проповедения Красного Гиганта, то есть вот этого фокуса, как я понимаю, то будет что-то плохое. Значит, мы сюда пока что, наверное, идти не будем. Это типа, не идите в экономику, пока политику надо делаете. Ну, ладно. И вот оно. Разве нам было бы при уменьшении? Да, у нас тут большие проблемы. Сверя, получаем частичную мобилизацию теперь. И мы можем заполнять сюда советников. Нет, это была фейк информация. Сверя, я ожидал, что, наверное, у нас все они должны заполниться сами. Обычно так всегда и происходит. Ладно, у нас есть переговорчик. Либо Железное Сердце. И... Наверное, Железное Сердце. Да. Революционно. Не-не-не, мы точно... Да, должны соглашаться все с нами. Поехали. Сверлить совет. Ага. Значит, мы еще не победили, так сказать. У нас все еще есть в нашей стране некоторые проблемы. Нужно объединить партию. Мы это сделаем обязательно. В этом митинге, смотрите, проводят. Да. Точно они что-то плохое задумали. Но мы с ними разберемся. И вот эти ребята, да, они реально не встали сюда. Сами, наверное, должны. Не знаю, стоит ли их самому ставить. За 200 политики это очень дорого. Допустим, 5 исследований за 200 политики это еще и норм. А вот здесь вот, 35 скорость строительства, бриз 1 ТНП, это не очень норм. Как и здесь. Как и... Ну-ка. Вот здесь вот уже пойдет, как будто. За 200 тоже дороговато. Вот если бы они с вами стали, я бы уже, конечно, не спорил. А вот уже и совет сделали. Вообще, я думаю, наверное, это потому что, типа, мы еще партию не сформировали до конца. Крайне мере, надеюсь на это, а не на то, что моде что-то багнулось и не поставили советники. Как необходимая же жертва, тем не менее. Тайная полиция по знанию русского социализма была бы ложью. Так что у нас будет тайная полиция? И мы не можем вот это сделать, пока, я так понимаю, не сделаем какие-то кнопочки, да? Да, нужно, видимо, с влиянием разобраться. Плохим, конечно же. Что ж, давайте это начнем. У нас вот есть разные кнопки. Это просто... Все их надо нажимать, судя по всему. Невероятный геймплей. Судя по всему, так и надо. А тем временем можно сделать реформу армии, потому что нам бы вот этот дебафт немножко исправить. Хотя бы, чтобы разрешить себе делать новые дивизии и переделывать старые. И убрать, кстати говоря, Султана Сомали. Свалилось у нас здесь... Почему-то подчинение, странно. Ставим сюда агента. Убрать вот это вот время подготовки, и тогда я буду тренировал все дивизии. Итак, успешно, 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 успешно. Богдан забегает. Грустно. Нет, дома. Успешно. Спасается успешно. Ага. Это мы можем сделать. Отлично. И делаем снова операции. И опять Богдан забегает. Здесь успешно. И Троцкий опять спасается. Как так-то? Нужно Богдана добить и вот эту кнопочку нажать, я думаю. Какая-то совещание. Сейчас мы с этими совещаниями разберемся, ребят, не волнуйтесь. И у нас очень плохая ситуация с политкой. Ну, я думаю, сейчас как-то насобираем. Тут плюс ление. Всегда, если что, можно просто не брать политфокус какое-то время. Вот как сейчас мы сделаем. Это будет нам давать политку. Вот мы и разобрались с еще одними ребятами. Остается лишь с Троцким разобраться. И вот это вот нам даст включение. Давайте... Да, наверное, возьмем фокус, чтобы не тратить дни фокуса. Что мы так немножко потеряли. Черт, англичан, это правда. И это сможет разрешить нам редактирование и создание новых шаблонов. Отлично. Троцкий уже третий раз спасает от покушения. Неуловимый Троцкий, к сожалению, руинит нам политку. А на том 60 на 40. Ну, вообще, 60 на 40 за три раза можно было бы и сделать успешное. Сейчас разберемся. Придется некоторое время не брать фокус по классике. Чтобы опять попробовать с ним разобраться. И что делаем? Оружейный контакт? Либо здесь есть что-то интереснее. А, наверное, особо-то нет. Вообще, было бы, наверное, неплохо сделать вот это. Чтобы закачать побыстрее новые... Как-то, сервелые крейсеры, наверное. Ну, крейсеры, в принципе. И начать строить к нашим линейным крейсерам еще легкие. В принципе, можно было бы сделать нового левела линейные крейсеры. Но я думаю, этих хватит. Ну что, пока давайте с армией. Троцкий, наконец-таки, был успешно убит. Отлично. Триумфа над Марксом. И полная унификация нашей партии. Отлично. Мы это сделали. Теперь можем идти дальше. Может быть, на факт, у нас в армии есть Маннергейм. Логично, что у нас Финляндия. Поэтому, в принципе, логично, что у нас есть. Я ищу кого бы сделать атакующего. Наверное, Василевского я сделаю генерал наступления. Просто в чем суть? У нас есть один генерал наступления. Но это деньги со старой гвардией. Так что это 6 левол, он вряд ли качается. Вот Василевский, наверное, сможет. Либо шапошников, посмотрим. Либо, возможно, ударение по-другому. Я иногда ударение ставлю не так. Если что, можете меня в комментариях поправить. Вот у нас новое решение на переговоры. Это дает нам бонус к исследованию. Ну, пока что мы не исследуем ничего из-за пихотки вот этого всего. Возможно, я бы использовал его вот сюда для того, чтобы ППШ побыстрее сделать. До него еще рановато. Пока что нам нужна просто промка. Потому что, да черт возьми, мы делаем вот эти тяжелые танки. Они супер, супер не кост эффектив. Желтатки, ребята, делать вам никогда не рекомендую. Кроме каких-то очень смешных билдов. Либо когда у вас, не знаю, миллион заводов. И вы просто можете куда их угодно кидать. И смотрите, у нас есть этнические конфликты. И я вижу, что вот здесь вот есть решение этнических конфликтов. Давайте, наверное, туда и пойдем. Что здесь поддержка. Это все может еще подождать. А вот здесь ТНП подождать не может. Ну, потому что здесь ТНП еще и 15 стабильности. Что тоже это и объем, и ТНП снова. Кстати говоря, нам вот министров и заполнили. Как я и говорил, да, видимо, надо было дождаться, пока мы победим в партии внутри. Ну, ТНП нас отняли. Это, конечно, грустно. Что я думаю, нам бы... Мастера наступления мы даем нашему Вселевскому. Ставим. У нас сейчас появятся командные очки. Даем ему главнокомандующего. И ставим его на политку, чтобы он давал нам уже опыт. Потому что опыт пора бы уже собирать. Но опять-таки здесь снова нужна командная, так что ждем. А еще можно поставить военную экономику. Я только сейчас это заметил. Конечно, мы ее ставим. Ну что ж, я думаю, у России в этом моде, наверное, из всех игровых стран, самая мощная экономика. Так что, да, я думаю, сделать тяжелые танки и на средний самолет ориентироваться можно только на этой стране. Все еще. Неэффективно, ребята, но пану. И социальные реформы Ленина, ребята. Уф, здесь сколько каких-то кнопок непонятных. Еще и непонятно, что это дает самое главное. Решение этнических конфликтов. Вот это нам нужно. Вот оно. Ага, нужно дивизию сюда поприводить. Верно? Давайте сейчас тогда этим и займемся. У нас есть как раз кавалерия бесполезная. Сейчас ее и поводим где надо. То есть ставим ее, наверное, как-то вот так. Нам нужно здесь три дивизии в каждой стейте. Можно уже стартовать. Вильне нужно пять, видимо, пять. Но здесь уже попроще. Азербайджан, Армения. Вот сюда еще давайте. Сколько там нам сказали? Вот три, то есть шесть от этого. Поехали сюда. Поехали сюда. Вот таким вот образом. И сейчас дорешаем все эти конфликты. Это дает нам минус командные очки, но нам, в принципе, на них плюс-минус-то и плевать. Водить, наверное, дивизии нельзя, я не уверен. Но на всякий случай, чтобы ничего не отменилось, оставим их там. Ну, давайте плене царизма добьем. И попробуем кнопочки здесь поднажимать. Что тут у нас может быть полезно? Давайте подумаем. Ну, допустим, литературу исследований. Давайте посмотрим, что это нам даст. Это нам даст ячейки исследований. Да. Ячейки исследований, да, снизит это. Но это плевать, на самом деле, потому что ячейки это суперсильно. Получается, я угадал ту самую-самую нужную. Можно отправить, как раз, в Сербию добровольцев. Да, давай так и сделаем. Единственное, я сейчас ошибся, и нас, поддержка военной, сейчас попробует выбить военную экономику. Ну, я думаю, мы кое-как продержимся. И сколько мы можем отправить? Шесть дивизий отправить можем. Прекрасно. Давайте так и сделаем. Эти ребята отправляются помогать. Шесть дивизий, я думаю, должны справиться более чем с любой, наверное, угрозой. Вот оно увеличивает трейтинг одобрения. Нормально. И по популярностям тоже все. А 23% это что? Это просто какое-то непонятное 23%. Здесь, по факту, важно только стабильность. На политку, в принципе, плевать. На дистанции она и так у нас будет. Плюс еще есть какие-то фокусы, которые дают политку потихоньку. И плюс политку. Так что, да. А стабильность, ну, как-то потихоньку очистим. Я думаю, надо еще будет базовую поднять. У нас на это решение вроде как будут. Плюс, может, эти кнопки тоже будут как-то поднимать. А вот дивизии прибыли. Давайте-ка по-быстрому решать вопросики. Потому что нам нужно поддержку войны выкачивать обратно. Хотя пока что нету никакого таймера на снижение поддержки войны. Ну, на снижение военной экономики. Так что вроде нормально. Здесь, как раз, я покачаю Василевского. И, наверное, кому-то еще генерала. Сейчас поищем, кто у нас тут хорош. Вот, кстати говоря, вот этого чела второго лебела. У него пока перков нету, которые снижали бы. Ну, Мастера Зимней Войны, я не помню, не снижает или нет. Вот этих точно нету. Так что, должен вроде неплохо подкачаться. Ну, я думаю, наши танки должны не иметь в своих проблем наступление. Здесь, конечно, в горы, наверное, будут некоторые проблемы. Но, я думаю, мы справимся. Еще можно начать тренировать все, кроме, пожалуй, коней. Потому что мы их распустим. Пока что я их не распускаю. Только, чтобы была возможность нанять побольше сюда, от приходных дивизий. Кстати говоря, немало можно нанять. Итак, Доброманов готов. Удаление титулов, ники. Звучит приятно. Плюс сюда поддержка. И по стабильности, по политочке, по поддержке, в принципе, партийной. Выложена ситуация. Здесь, да, стабильность, видите, потихоньку идет вверх. Хотя, конечно, есть проблемы. Судно говоря, австрийцы прислали еще свои танки. Но мы с ними, вроде как, потихоньку должны расправиться, я думаю. Это плюс нам опыт, на самом деле, просто. А и вот мы устраняем этнический конфликт. Как сказать, возможно, можно было нажать пораньше. Но, тем не менее. Плюс 10 НП. Там еще политочка, по-моему, была или что. И минус ежедневные ресурсы давала. Теперь не дает. Осталось лишь с политическим расколом. Это разобраться. Но мы скоро к этому придем. Итак, царь, которого больше нету. Конец царской династии. Ой, смотрите-ка, тут такой нюансик, как говорится. По-моему, мы сейчас можем взять и австрийские танки здесь закрыть. Вместе с матризованными дивизиями. Если нам никто, конечно, не помешает. А такое возможно. Но пока вроде норм. Добавно, что им помогает другая Сербия. Хоть и неосознанно. И вот, наконец, царская династия в России. Решил царя всех титулов. Все. Династия Ранамановых подошла к концу. Рейтинг одобрения повышается. Нас это устраивает. И, наверное, давайте сразу вот это тоже сделаем. Тоже рейтинг поднимем. Стабильность. Политочка будет. Нормально. И следующая политка, наверное, пойдет на эти кнопки. Будем смотреть. Там, видимо, наверное, бафы какие-то будут. Так. Судя по всему. Счит приятно. Такие танки. Да, танки идут туда. Давайте-ка малорганизован танк оставим здесь. А этот пускай заходит туда. Здесь же не даем им... Сказал, не даем им пройти. И да, мы не дали им пройти. Прекрасно. Теперь ставим вот так. И можем теперь зачилиться немножко. Остается теперь просто поддерживать наступление. И мы выбиваем у Австрии дивизии. Увы. Как говорится, Австрия. Но твои дивизии будут уничтожены. Я думаю, вообще можно продолжить, наверное, в следующей серии. Мы привели нужных человечков к власти. Сейчас Сербию тут сможем помочь. Я думаю, Сербия останется, так сказать, наша жива. Потому что мы можем закинуть 6 дивизий. Это не по-русски. Там, пехотки немножко накинули из танков. Так что да. В следующей серии мы уже здесь все закончим. И посмотрим, что нас ждет в этом моде. Потому что, в целом, пока вроде фокусы прикольненькие. Там какие-то бафы будут прикольненькие. И здесь какие-то будут скриптовые войны. Так что, обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий не забывайте. Твизискорд, реветоп, бустер тоже теперь появился. Все есть в описании. До скорых встреч. Всем пока.